В конце 2000-х годов была опубликована книга Виктора Бюхли, уже переведенная на русский язык «Антропология архитектуры». Бюхли — один из наиболее заметных сегодня авторов в области исследования материальной культуры и один из лучших специалистов по постсоветской архитектуре. Его работа больше напоминает по жанру манифеста, она начинается с очень радикального заявления. В частности, говорит Бюхли, все исследования архитектуры — социологические, антропологические и прочее — инфицированы логикой репрезентационизма. Мы всегда задавались вопросом, что здание значит. Даже материалы, из которых оно строится, анализировали исключительно с точки зрения значения этих материалов как некоторого выразительного средства. Пора порвать с этой порочной традиции. Мы больше не должны задаваться вопросом о значении, мы должны задаваться вопросом о действии. Нас больше не волнует здание как репрезентация. Мы должны предложить концептуализацию архитектурного объекта как действующего объекта, показать, как он пишет социальную работу здания. К сожалению, сделать это гораздо сложнее, чем сказать. Что значит показать социальную работу здания? Как концептуализировать здание как что-то, что выполняет социальную работу? Например, разрушение, которое описывает Зиммель в руине. Это социальная работа здания, но это асоциальная работа материала, из которого здание состоит. Например, коммуникативная функция, которая была бы довольно странна полностью отрицать за архитектурными объектами при всей ненависти к логике семиотиков и структуралистов. Это действие или нет? А если действие, то социальное действие или нет? Эта попытка переписать всю социологическую теорию архитектуры, исходя из концепта действия, а не репрезентации, тут же наталкивается на ряд серьезных противоречий, на ряд серьезных ограничений. Первое, что мы в этот момент делаем, мы обращаемся к архитектурной практике. Как еще показать, что такое действие, архитектурное действие, как не отправиться вслед за архитекторами, не сидеть у них на хвосте, не ночевать в их конструкторских бюро, чтобы показать, как устроен сам процесс архитектурного творчества. Замечательное исследование Евгения Косика в Шаненке посвящено анализу нелинейности переходов, которые есть в архитектурной практике между скетчем, чертежом, чертежом, макетом и так далее. Задолго до того, как материал начнет оказывать ему сопротивление, он уже ввязан в борьбу со стандартами, снипами, с многими другими ограничениями его архитектурной фантазии. И как, например, технологизация процесса архитектурного творчества сегодня влияет на его результат. Но это уход в сторону архитектурной практики. Это вполне легитимный социологический ход, однако мы не видим работы здания. Мы видим работу по созданию здания. Есть другая стратегия. Можно попытаться обойти семиотический фронт, если социология объявила войну своим недавним союзником социальной антропологии и семиотики и решила полностью изменить исходную концептуализацию здания как текста и архитектуры как языка. То можно попробовать вернуть понятие функции. Например, архитекторы были правы, а мы — нет. Здание является функциональным объектом, объектом, имеющим некоторое назначение. Прежде всего мы обнаружим, что функциональность сама по себе является ставкой в борьбе разных коллективных агентов. Яркий пример — это то, как формировался план Барселоны. Барселона с точки зрения архитектуры — один из удивительных заповедников. Мы можем смотреть, как меняется представление о пространстве, мы можем проследить, как благодаря работе каталонских архитекторов вообще меняется представление об архитектурной форме. Например, группа исследователей выглавив с Виби Байкером, голландским представителем направления STS, Science Technology Studies, показывает, как вообще возникает новая Барселона благодаря плану Ильдефонса Серды, отца-основателя современной урбанистики, который проектирует таким образом, чтобы, с одной стороны, здания оказались в едином ансамбле, с другой стороны, ансамбль был предельно регулярным. Если мы дальше идем вслед за Байкером и Айбаром, мы обнаруживаем, что логика, которой следует при проектировании СЕРД — это логика гражданских инженеров особой касты, которая в Каталонии имела меньшее влияние, чем во Франции. Во Франции эта каста была привилегирована благодаря наполеоновским реформам. Именно Наполеон делает ставку на гражданских инженеров, потому что это, с одной стороны, соответствует его представлениям о том, как должна выстраиваться новая общественная иерархия, а с другой — есть очень серьезный запрос на эту профессиональную группу. В Каталонии они не столь влиятельны и они сталкиваются лоб в лоб с каталонскими архитекторами, потому что архитектор мыслит зданиями, гражданский инженер мыслит кварталами, архитектор мыслит зданиями, которые должны удовлетворять вкусу правящего класса, потому что архитектор, как правило, человек непривилегированный, но, тем не менее, вхожий в дома аристократии, проводящий с ними свободное время за обсуждением их загородных вилл. А потому каталонская архитектура изначально по своей политической интенсии, если мы посмотрим на работы Пуччи де Катафалько, Гауди — это очень консервативные люди, это правые консерваторы. Дальше Айбар и Байкер детально анализируют противостояние нового среднего класса в лице гражданских инженеров Эльдефонса Серде и старой архитектурной элиты, которая вписана в конкретное полусословное общественное устройство Каталонии и как это противостояние отражается на ширине улиц и на требованиях, например, к архитектурному творчеству. Серда побеждает благодаря тому, что вовремя заключает альянс с гигиенистами, тоже мощным движением того времени, которое как раз ратует за медикализацию города. То, что хорошо описано в работах Фуко, что города должны проектироваться прежде всего с точки зрения аэрации, с точки зрения проветривания, с точки зрения медицинской специфики, то есть почему нужно разрушать старые средневековые города, потому что это скопление миазмов. И вот благодаря альянсу гигиенистов и гражданских инженеров две социальные группы, которые воплощают собой дух просвещения и рационализма, удается завалить старую каталонскую аристократическую архитектурную элиту и сегодня Барселона выглядит так, как она выглядит. Любопытно, что в этот момент мы вроде как вернулись к идее действия, идее политического действия, но это не действие здания, это снова не действие здания, это действие коллективных агентов, каждый из которых обладает своими собственными коллективными репрезентациями, отражающими их структуру с одной стороны и их положение в общественной структуре с другой. И вот у нас Барселона оказалась слепком, с одной стороны, с силовых отношений между разными коллективными агентами, а с другой стороны смысловых отношений между разными элементами здания, квартала, города. Другой способ — попытаться обнаружить, как здание создает разные формы социальности. Когда только проектировался Ельцин-центр, я работал в качестве консультанта с группой архитекторов от американской контора Ральфа Аппельбаум Групп. Ник Аппельбаум, который руководил проектом для Екатеринбурга в Москве, предложил модель проектирования, центром которого в здании должна была быть агара, как большой амфитеатр, большое общественное пространство. Его задача как архитектора состояла в том, чтобы Ельцин-центр стал чем-то вроде точки сборки города из разных городских сообществ, местом, куда разные городские сообщества могли бы приходить как на форум. Вдохновившись идеями Ханны Арендт и ценностью некоторых community centers, которых в России нет, он попытался принципиально иначе решить задачу соотношения четырех элементов, четырех типов пространств. Это административных пространств, которые связаны с управлением этим зданием, это экономических пространств, прежде всего, офисов, которые сдаются в аренду, и магазинов ритейл, которые должны как-то обеспечивать доходность здания. А это символическое пространство, связанное с музеем Бориса Ельцина, который там находится, и что для него особенно важно — это социальное пространство, публичное пространство, куда должны приходить разные сообщества и сталкиваться. Поэтому четвертый элемент оказывается привилегированным, а гора является символическим центром этого здания. Входы организованы таким образом, чтобы можно было войти с разных сторон в здание и сразу оказаться на горе, и вот здесь должна была рождаться новая форма публичности, новая форма социальности. Легко представить, что ему сказали заказчики на этапе обсуждения проекта. Это в смысле несколько входов, то есть нам их зимой отапливать, а на каждый ставить металлоискатель и каждому по охраннику представлять. Давайте у нас будет один вход, вот отсюда, в смысле так мало пространства для ритейла, а как здание будет отбиваться? В итоге из всех четырех элементов, из которых центрально была социальная функция, функция сборки, агрегации сообществ, функция создания публичного пространства, именно она и пострадала. В этот момент антрополог бы вполне закономерно сказал, каковы когнитивные решетки, те схемы классификации, коллективные репрезентации, через которые люди, заказывающие здание, его оценивают. Для них нет такой ячейки под названием «публичное пространство для сборки городских сообществ». В общем, сегодня агары в Фельдсен-центре нет. Любопытно, что когда мы с ним работали в Казахстане над президентской библиотекой, там уже не было проблем, там с самого начала это было просто символически иерархизированное пространство, пространство размещения локаций символов, а все остальные социальные функции были вынесены за скобки. Другой пример попытки создания архитектурных объектов под формирование определенных типов социальных отношений — это печальная история города Сейсайд во Флориде. Это своего рода икона левацкого урбанизма, который еще называют новым урбанизмом. Андреас Дуэйни и Элизабет Платтер Зайрбек написали манифест, бросив вызов старой Мозесовской традиции, где города воплощают собой идеологию скорости, идеологию роста, идеологию денег и лишают человека его социальности, его возможности общения с другими людьми. Поэтому Сейсайд проектируется так, что в нем абсолютный приоритет общественных пространств, публичных пространств над частными. Перемещение по Сейсайду, по возможности, на велосипедах. Сами дома в городе Сейсайд проектируются, чтобы центральным становится пространство для барбекю, куда можно пригласить соседей, и огромная веранда, на которой с ними можно организовать застолье, благо климат во Флориде позволяет. Когда режиссер фильма Шоу Трумана искал для декораций город, который был бы предельно искусственным, предельно фальшивым, который выглядел бы как одна гигантская сценическая декорация, его жена принесла архитектурный журнал на обложке, которого был изображен Сейсайд, и сказала, что посмотри на пространство новой социальной утопии, которая здесь построена. Он поехал и понял, что шоу Трумана нужно снимать именно здесь. Иными словами, те архитектурные объекты и ансамбли, которые изначально должны были создавать новые формы социальности, создали новые формы непревзойденной искусственности. Вновь обратившись к идее функций, идее социальности как того, что создается архитектурой, а не того, что в нее вписано с точки зрения борьбы коллективных агентов или коллективных репрезентаций, мы снова не увидели работу здания. Кажется, есть какая-то проблема с тезисом Виктора Бюхли. Первое, что нам нужно сделать, это вынести за скобки все попытки растворить материальность архитектурного объекта в социальных практиках, социальных функциях и борьбе коллективных агентов. Здание есть, оно обладает онтологическим статусом, оно материально и оно действует. Это, наверное, первые исходные точки, с которых начинается новая социология архитектуры, в частности, представленная в Манчестерской школе. Теперь это больше не школа архитектуры, она стала частью СИД — School of Education, Environment and Development. Тем не менее, внутри нее все еще работает группа очень драйвовых исследователей архитектуры Саймон Гай, Альбена Янева, ученица Брюна Латура и так далее. Первое, что нужно сделать, это вернуть зданию способность к действию. Да, Бюхли прав, нам нужно начать мыслить архитектурный объект как действующий объект, но для этого нам нужна другая концепция действия. Здесь есть две теоретические стратегии. Первая, предложенная самим Бюхли, — это стратегии маленьких, но гордых повстанцев, причем повстанцев-предателей. Социологи были всегда в рергарде наступления на архитектуру, плелись в хвосте семиотической интервенции, где, с одной стороны, метафора архитектуры как язык, а с другой стороны, антропологическое внимание к символическим оппозициям позволили кодировать и описывать, концептуализировать архитектурные объекты как сгустки значений, а мы дальше брали эти значения и прибивали их гвоздями, например, к социальной структуре, как в случае с дюргемианским ходом или к некоторым исторически локальным контекстом культурных форм, как в случае с неокантианской традицией. Мы в этот момент отказываемся сидеть в хвосте, мы говорим, что архитектура — это про действие, а не про значение. Значение противостоит действию, и нужно срочно построить разделительную стену на границе с антропологией и семиотикой. Это довольно ущербный ход. Бюхли это прекрасно понимает, потому что все, что мы в этот момент получаем, — это просто другую социологию архитектуры, где через два шага повторяем все те же ошибки, которые были допущены в первые 50 лет ее существования. Другая стратегия — показать, что значение и есть действие, просто одна из его форм. В конце концов, та репрезентативная работа, которую здание выполняет, — это социальные действия здания. Другое дело, что к этому типу действия нельзя свести все операционные режимы, в которых здание существует. Этот теоретический ход куда более экспансивен, так же, как семиотики в свое время перехватили концепт функции у архитекторов, показав, что на значение есть значение, что функция архитектурного объекта просто одна из его семиотических функций, что никакой чистой функции нет, что есть только динататы и коннотаты. Точно так же мы сейчас можем попробовать перехватить понятие репрезентации, перехватить понятие семиотической функции работы, сделав акцент на слове «работа», на слове «действия» как «свокупность операций» и «операций» значения. Тогда у нас получается своего рода континуум. На одном полюсе этого континуума у нас все достижения семиотической и антропологической интервенции в архитектуру. Только теперь мы это редуцируем к понятию действия и говорим, как действует здание, транслируя некоторые сообщения. У нас появляется полюс континуума, в котором коммуникация есть работа здания. На другом полюсе у нас Георг Зиммель с его пониманием руины как действия материала. Материал, из которого здание сделано, действует. Это два принципиально разных операционных режима — действия материала и действия знака, которые соединяются в здании. Но не напрямую, потому что между двумя этими полюсами оказывается множество других операционных режимов. При смещении от Зиммеля к семиотикам на первом шаге мы получаем исследование сцепок расцеплений и все достижения акторно-сетевой теории, исследование Рэма Колхаса об эволюции небоскребов. Еще один шаг — у нас появляется теория архитектурных оффордансов, где меняется понимание того, что значит действовать. Действовать значит заставлять действовать других. Мы можем анализировать, как здание, заставляя действовать людей, работает. Еще один шаг — мы оказываемся в области теории архитектурных фреймов, где сплетаются с одной стороны прямые принуждения к действию, которые архитектурный объект вам навязывает, заставляя действовать именно так, а не иначе, а с другой стороны коммуникативные аспекты, связанные с тем, что здание посылает вам определенный сигнал, считывая который вы можете действовать так, а не иначе. На последнем полюсе будет тот способ описания действия создания, которые строятся на понятии семиотической работы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok